Всем привет, с вами Денис Мейджор. Я тут недавно вернулся с небольшого такого отдыха, про который уже рассказал на своем лайфстайл-канале Денис Русаков. Надеюсь, что я успел сделать это видео. Ну так вот, и туда, на отдых, я взял Nintendo Switch. Причем изначально я хотел взять еще док-станцию, блок питания, HDMI кабель. Ну типа, думаю, там будет телевизор какой-нибудь. И я взял все для док-станции, кроме самой док-станции. То есть я взял и блок питания, и HDMI кабель, и не взял док-станцию. Хорошо хоть взял еще портативный монитор, который я не так давно купил, который я использую для съемок тоже на втором канале. И, кстати, тоже на втором канале будет обзор этого монитора. В итоге я играл Nintendo Switch иногда на этом мониторе, иногда без него. Телевизор там все равно оказался маленький, так что, может, и не страшно, что я не взял док-станцию. Но, тем не менее, я помню, значит, выхожу я на веранду, прекрасный воздух, вечерок, чтобы поиграть в Nintendo Switch. Сажусь за стол и думаю, что я буду вот просто за столом играть на улице. Поставлю-ка я Nintendo Switch вот так, джойконы возьму в руки, буду сидеть расслабленно, как мне удобно, и играть. И тут на меня, знаете ли, снизошло. Я понял действительно, почему Nintendo Switch самая лучшая консоль, ну, по крайней мере, на сегодняшний день. И, по крайней мере, из актуальных. И не только потому, что она там продается дикими тиражами. То есть даже если бы этих тиражей не было, если бы Switch продавалась так же, как Wii U, я бы все равно вот любил Switch за то, какая она есть. И какая она есть? Многие думают, что Switch это там портативка. Или это там чисто для них ТВ-консоль, хотя на ТВ там у них мыло, там они недовольны поэтому. Но на самом деле Switch это и портативка, и ТВ-консоль. И я уже не раз говорил, что фишка Switch именно в гибридности. Не в том, что у тебя есть выбор, а в том, что это и то, и то одновременно. И более того, да, многие упускают вот этот еще один способ играть в Nintendo Switch. Не только в руках, вот так, как ты играешь в портативку, там в PS Vita или даже в Steam Deck люди играют. Хотя еще раз я говорю, что Steam Deck это не консоль, это ПК, ну портативный такой. Кстати, далеко не первый такого формата, что все возбудились именно в этот раз-то. Но неважно. И Switch не только ТВ-консоль, как, ну, ты сидишь с каким-то геймпадом на диване и играешь перед телевизором. То есть есть еще вот этот третий режим Switch, когда ты сам Switch без внешних устройств, без внешнего питания, без всего просто поставил на стол и играешь, держа геймпад в руках. А в роли геймпада могут выступать и сами джойконы, причем им в принципе не обязателен вот этот держатель. То есть вполне можно вот просто взять две половинки, ну, два джойкона, положить их вот так вот, руки на колени себе и вот так сидеть играть. Я, кстати, так любил играть в Mario Kart на Wii U еще, потому что там было тоже много разных органов управления. Можно было играть, естественно, на самом Wii U геймпаде, на проконтроллере, на вот руль можно было на V-mode насадить и вот таким образом играть. Но мне нравилось подключить к V-mode у Nunchuck, вот так руки положить, сидеть, играть. Сидишь, расслабляешься, отдыхаешь, чисто консольный опыт. И со Switch получается ты этот консольный опыт можешь получить в любом месте практически, где тебе даже нет, у тебя электричества нет, у тебя ничего нет, у тебя нет геймпада рядом, ты ничего вообще с собой не брал, то есть просто сам Switch, вот как он куплен, в таком именно виде, ты ничего не докупал к нему. И ты можешь вот так сделать, что сесть где угодно и играть. К тебе может подсесть друг и вы можете вместе играть. Ну, конечно, не все уже игры поддерживают мультиплеер на одних только джойконах. По-моему, у меня был вообще видос про эти игры. Я посмотрю, если я найду такой видос, я поставлю сюда ссылку. Но, по-моему, у меня все-таки был именно видос, как вот играть именно в игры, не требующие дополнительных геймпадов, просто вот из комплекта консолей берешь джойкон и играешь. Конечно же, Switch далеко не самая мощная консоль, это вообще бесспорно. И да, многие игры современные, которые выходят сейчас на PlayStation 5 и на Xbox Series X, не то чтобы их много, но они выходят, они уже не могут работать на Switch, там, либо в облаке, либо сильно порезанной графикой. Но, все-таки, если вспомнить, даже взять чисто популярность консолей, ну, никогда в истории консолей популярность не была обусловлена производительностью. Ну, то есть, смотрите, Megadrive все-таки продалась лучше, чем Super Nintendo, хотя Super Nintendo была мощнее. Nintendo 64 продалась хуже, чем PlayStation, хотя, в принципе, ну, если не считать носителя картриджа, в остальном Nintendo 64 была лучше, более крутая, более мощная, чем PlayStation. Опять же, следующее поколение, PlayStation 2, обошла и Xbox, и GameCube, при том, что и Xbox, и GameCube были мощнее, чем PlayStation 2, а Xbox там вообще, там, просто космические мощности. Эта консоль даже 720p могла тянуть, тогда как PlayStation 2 и в 480p не всегда могла, и большинство игр работали в 240p или 480i, то есть Interlaced. А в следующем поколении Nintendo Wii уделала и Xbox 360, и PlayStation 3, которые продались примерно одинаково. По сути, Wii была всего в два раза мощнее, чем GameCube, то есть это был, по большей части, тот же GameCube, и у нее даже не было выхода на HDMI, на современные, ну, более современные телевизоры. Для 2006 года, конечно, это было не так актуально, а вот там для 2009 года уже вполне себе. Но, тем не менее, Wii этого не имела, и это ей не помешало стать одной из самых продаваемых консолей вообще в истории. И даже если мы на портативке посмотрим, портативки Nintendo, вот после того, как появилась PlayStation Portable, но портативки Nintendo все равно всегда лучше продавались, несмотря на то, что были менее мощными. Поэтому до сих пор, там, не знаю, какие-то блогеры, которые говорят, вот, консолька получилась слабенькая, наверное, она будет не очень хорошо продаваться. Вообще нет связи никакой. Единственный, наверное, раз, когда действительно более производительная консоль обошла менее производительную, это было на старте поколения PlayStation 4 и Xbox One, когда, да, PlayStation 4 была мощнее, чем Xbox One, но, как мы все знаем, главные причины были даже и не эти. И многие даже Sony Boy, там, Billy Boy, они признают, что да не в этом дело было, что там 900p, Full HD или что там, лесенки, не лесенки, вообще не в этом. Поэтому и про Switch многие те же аналитики, которые, ну, аналитики в кавычках, которые говорили, что и там Wii U вот она такая плохая, потому что она слабенькая или там еще почему. Вот и Switch ждет то же самое, но, как мы видим, Switch то же самое не ждет. Конечно, дело в рекламе и маркетинге, но еще раз, если мы говорим о популярности, производительность не играет роли. Если мы говорим о каких-то персональных предпочтениях, тогда уже у каждого свои предпочтения. Но для меня, что важно, что ты Nintendo Switch можешь взять в любое место, в любое время. И если, конечно, она не разрядилась, ну, даже если разрядилась, сейчас есть пауэрбанки, в принципе, небольшая проблема. Она будет работать даже без внешних аксессуаров. Ну, с внешними аксессуарами так вообще космос. И портативные мониторы какие-то, и те же пауэрбанки, и кастомные док-станции, и все это прочее. То есть ты можешь вообще как угодно играть в консоль, которая всегда с тобой. Не так, что даже было как во времена GameCube, когда был Game Boy Player для Game Boy Advance картриджей, и ты мог картридж Game Boy Advance, на котором сохранение игры, всунуть в Game Boy Player, и продолжать играть с того же места, там не перенося сохранение, ни через какие облака, которых тогда еще не было все равно. Но там все равно тебе нужно было выключить игру, сохраниться перед этим, то есть дойти до точки сохранения, допустим, на Game Boy, сохранить игру, выключить консоль, потом всунуть этот картридж в Game Boy Player, который еще отдельно нужно было к GameCube подключать, включить все это, запустить, и тогда все это вот начинало работать вроде как надо, но сколько лишних действий. В принципе, у PlayStation Portable был такой вариант, что можно было подключать ее к телевизору, но тоже не сильно популярный вариант, потому что нужно было что-то докупать, где-то это искать. По-моему, даже не все модели PlayStation Portable с этим работали. Тут я точно не знаю, наверное, какие-нибудь ретро-блогеры лучше расскажут, но все равно, если ты берешь Nintendo Switch, то ты покупаешь коробочку, распаковываешь, и в ней, в этой коробочке, лежит все, уже все, что тебе нужно для полноценной игры в любом месте. То есть, еще раз, ты можешь докупить какие-то штуки для большего удобства, но, в принципе, этого достаточно. И даже вот если бы я не забыл док-станцию, если бы был нормальный телевизор, там, куда я приехал отдыхать, то вообще круто. Тоже приезжаешь куда-то, в отель там, на море, где угодно, в деревню к бабушке, и подключаешь, и играешь вот как до этого, как будто никуда не уезжал. А если даже всего этого нет или электричество вырубили, ставишь ее на стол или берешь в руки и продолжаешь играть. И в этом смысле никакая ТВ-консоль или портативная консоль, там, как PSP, как PSV или еще что-то, не могут, конечно, заменить Nintendo Switch. С Xbox'ом чуть попроще, там у Xbox Series S есть вот такой интересный комплект, как мне кажется, но все равно, опять же, тебе нужна розетка, потому что Xbox потребляет много мощности. Вот почему бы им тоже не сделать какое-то портативное решение для себя, пусть даже для Xbox Series S, для самой слабой консоли, или там, для более старой какой-нибудь консоли выпустить, для Xbox One. В конце концов, все равно, до сих пор куча игр работает и на поколении Xbox One, но сделать какой-нибудь более портативный Xbox One с батарейкой, чтобы можно было играть где-то. Ну, видимо, другие приоритеты, хотя вот в плане Microsoft я сейчас не понимаю, какие у них приоритеты, потому что игр нет, и остается только, ну вот у нас Game Pass, ну, тут как бы Sony свою подписку запустила, местами даже интереснее, чем Game Pass, но у Sony еще и игры есть, да, меньше, все равно, чем у Nintendo. Nintendo тут и игры, и все на свете. На самом деле, еще один момент, который я хотел бы сказать, это вот низкая производительность, на которую все жалуются, которая действительно иногда мешает, ну, иногда мешает, потому что сами разработчики не хотят сильно заморачиваться с оптимизацией, да, оптимизация, это в том числе дорого, это не бесплатно, это дополнительное время, дополнительные люди, дополнительные какие-то процессы, растягивание сроков в разработке, опять же, так что да, тут в какой-то степени оптимизация это дорого. Но все-таки, благодаря тому, что сама Nintendo, в принципе, свои собственные игры, внутренние, по крайней мере, студии Nintendo, неплохо оптимизируют, еще раз, внутренние студии. Напомню, что Pokemon Company, там, вот эти ребята, это не внутренняя студия, и даже Team Ninja или какая-нибудь, кто там у нас Deadly Premonition-то делал, то есть это, ну, не внутренние студии, а внутренние студии Nintendo все-таки выпускают качественный продукт, который и по производительности, в том числе, работает нормально. Ну, ладно, Зельда у нас проседает в двух местах, хорошо. Суть в том, что за счет небольшой производительности, и если заранее, естественно, учесть это на этапе разработки, то, в принципе, разработка получается дешевле, потому что, ну, меньше графики рисовать, да? Ты понимаешь, что ты не можешь сделать в эту реалистичную картинку на таком железе? Чего стараться-то? Давайте сделаем что-нибудь мультяшное. А мультяшная графика еще и дольше сохраняется. Я недавно про это рассказывал как раз в видосе про ремейк Last of Us. Я говорил, что вот его пытаются делать сейчас на технологиях Last of Us 2, и по трейлеру, по крайней мере, по тем трейлерам, что они показывают, она выглядит уже как бы немножко устаревшей игрой. То есть складывается ощущение, что на сегодняшний день фотореалистичная графика должна шагнуть дальше, тогда как мультяшная графика, она может оставаться на визуале плюс-минус, как в двухтысячных годах, и будет все еще зашибись. Я даже смотрю на некоторые игры с PlayStation 1 до сих пор, там на Crash Bandicoot оригинальные, и я вижу нормально выглядящую игру. Там есть определенные проблемы в технологиях у PlayStation 1, но некоторые игры до сих пор настолько круто сохранились, что удивительно, что им до сих пор столько лет. Ну так вот, производительность заведомо низкая, разработка игр дешевле, разработка игр из-за этого быстрее, и мы получаем много игр, потому что и действительно то, что мы видим, по крайней мере, начиная где-то с 2019 года, в 2018 был провал, в 2017 году было прекрасно все у Nintendo Switch, в 2018 был провал, в 2019, в 2020, в 2021 один лучше другого, и сейчас в 2022 просто сплошные хиты. Есть небольшие переносы, ботву перенесли, не то чтобы я этого не ожидал, я заранее говорил, что будет перенос. Сейчас напомню, сколько первую эту ботву переносили, там вообще, по-моему, лет, года на четыре точно задержали разработку, по сравнению с начальными планами. Но это не было так, как сейчас у Microsoft, что одну игру перенесли, там еще перенесли, еще, и все, нечего выпускать. У Nintendo всегда было что выпускать, даже в 2018 году. Просто там не такие шедевры были, они решили все силы видео Smash Bros. добросить, и так получилось. Ну ладно, игр много, играть можно где угодно, как угодно, все замечательно. Ну а как мы знаем, что лучшая игра, это не обязательно самая графонистая игра, я не против графики, я за графику. Особенно, когда ты запускаешь какую-нибудь там PlayStation 5, Xbox Series X, ты хочешь, чтобы там, не знаю, какая-нибудь очередная гран-туризма, она выглядела просто как отпад челюсти. И когда она выглядит как отпад челюсти, это действительно круто. Ну почему-то так получается, что это вот этот отпад челюсти, он устаревает уже года через два. Ну через три точно устаревает. А какой-нибудь Mario Odyssey, вот мне кажется, нормально, ну приемлемо, адекватно будет смотреться и через лет десять. Напишите мне в комментах, что вы об этом думаете и что вы думаете о Nintendo Switch, какие, может быть, необычные способы вы придумали играть в эту консоль в каких-то необычных местах, я не знаю, может быть. Ну а с вами был Денис Мейджор, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео об играх и игровых консолях, ставьте лайк, если вам понравилось, и спасибо всем, кто поддерживает меня на Boosty. Вы помогаете моему каналу становиться лучше. И благодарю за просмотр, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok